Предупредить значит предотвратить. В Карачаево-Черкесии проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, влияющих на статистику аварийности в регионе. Информационно-пропагандистская акция, призванная повысить культуру безопасного поведения как водителей, так и пешеходов, прошла в Черкесске. Ахмат Халкевичев продолжит тему. Непредоставление преимущества пешеходам на переходах, а также нарушение правил самими пешеходами, является одним из главных факторов, влияющих на статистику дорожно-транспортного травматизма в регионе. Пешеходы не обращают внимания при выходе на дорогу, плюс невнимательность водителей. Пешеходу предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Цель профилактических мероприятий – доведение до всех участников дорожного движения необходимости взаимоважительного поведения. Печально на самом деле, что с той стороны что стоит, что с водительской стороны очень часто не пропускают, или, скажем так, если пропустил, это потом машина улетает в полный газ. Ну и также с стороны пешеходов это очень некрасиво бывает, ну у нас есть такое, как будто на дефиле она идет, или если к пошелым людям, которые еле ходят, ноль вопросов, человек с какой скоростью может с такой двигаться, но многие переходят дорогу, как будто бы это не опасное место, а в парке он гуляет. То есть это абсолютно неправильно. Невнимательность водителя, особенно в городской среде, может обернуться весьма трагическими последствиями, но и пешеходы, в свою очередь, своим преимуществом обязаны пользоваться исключительно в предусмотренных для перехода местах. И то лишний раз убедившись, что им это преимущество предоставляют. Наиболее частой причиной является то, что люди, переходя, пешеходные переходы, особенно молодое наше поколение, переходят в наушниках, то есть не видят и не слышат приближающийся транспорт, звуки, звуковые сигналы, либо находятся в это время в гаджетах, то есть в социальных сетях и так далее. Это тоже отвлекает внимание, кстати, и водителей тоже. Нахождение в гаджетах, это тоже является нарушением, за которое предусмотрен штраф. Это для водителей, для пешеходов. Транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Необходимо время на реакцию водителя и на тормозной путь. Поэтому прежде чем вступать на пешеходный переход, необходимо убедиться, что машина имеет возможность остановиться. Нередки случаи, когда машина на одной полосе останавливается, ну а в соседней водитель, не видя пешехода, продолжает движение. Такие ситуации очень опасны и, к сожалению, приводят к печальным последствиям, делятся полицейские. А вот в неположенных местах пешеходы часто переходят? Регулярно, постоянно. Какие сложности они для вас, как для водителя, в свою очередь, создают? И насколько эта проблема остра в нашем городе? Бывает, просто выходят из-за объектов каких-то, из-за машин припаркованных, допустим. Ну или если это глухая машина, высокая, то есть фура или автобус. То есть это когда человек выглядывает, это прям может привести к печальному исходу. Не успеешь остановиться или если успеешь, ну соберет сзади тебя идущий транспорт. Это тоже ни для кого это нехорошо. В условиях современного транспортопотока от беды может оградить крайне высокая бдительность как водителей, так и пешеходов, уверены полицейские. Ну а как известно, повторение мать учения. Если не изменяет память, 500 рублей за пешеходный пешеход, когда в неположенном месте переходит. И все, ну смешно. Профилактические мероприятия стартовали около одной недели назад. И в силу сохраняющейся непростой обстановки продолжатся до особого распоряжения. Полицейские будут вести особое усиленное дежурство вблизи пешеходных переходов с нерегулируемым перекрестным движением. Ведь именно на таких перекрестках резко возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Работа как бы ведется у нас не только в рамках дополнительных профилактических мероприятий, специальных профилактических мероприятий, но и каждодневно на маршрутах патрулированных. То есть само присутствие сотрудников недалеко от пешеходного перехода, это уже дисциплинирует водителей. То есть наличие патрульного автомобиля в зоне видимости водителей, они как бы понимают, что если они не предоставят преимущества, то наступит последствие. Вот как бы уже срабатывает инстинкт, что это если сделать на виду, то обязательно наступит наказание. То есть как бы в этом случае они считаются наказанием неотвратимым. Результатом проводимой работы должна стать выработка полезной привычки у водителей на уровне рефлексов сбрасывать скорость заблаговременно. Ахмат Алкечев, Анастасия Лой, Вести Крачаева, Черкесия.